22 декабря в Елабужском институте Казанского федерального университета прошло заключительное в этом году занятие Детского университета. Предновогоднее занятие отличалось от других тем, что ребят с наступающими праздниками поздравил Дед Мороз, и вместе с ним они посмотрели новогодние мультфильмы. Занятие началось с того, что на сцене появились главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Так мы вами поверили. Ребята, вы верите, что это Дед Мороз и Снегурочка? Нет! Нет, я не верю! На которых напали ведьмы и украли у них одежду и подарки. Студенты вуза вместе с детьми прошли испытания, которые позволили вернуть Деду Морозу и Снегурочке их прежний облик. Первое испытание – найти пять одинаковых снежков, которые необходимо после разорвать и прочитать послание, найти в зале елку, под которой находится следующее задание. После они все вместе отгадывали загадки, а спасенный Дед Мороз и Снегурочка наградили победителей творческого конкурса. Посвященного Новому году. Об истории письменных принадлежностей рассказал кандидат исторических наук, доцент Ирина Кропоткина. Ребята узнали, что для рисунков древние люди использовали или твердые камни, чтобы выстекать изображение, или собственные пальцы, чтобы рисовать красками. Так они украшали свои жилища. Шумеры же использовали глиняные таблички и стилусы. Потом появились перьевые палочки и чернильницы-непроливайки. Из занятия дети сделали вывод, что человек начал писать для того, чтобы оставить о себе память для будущих поколений. Сегодня я узнала, оказывается, на чем писали в древние времена и чем. Я бы еще сейчас хотела узнать историю изобретения часов. Следующую лекцию «История изобретения часов» провела доцент кафедры инженерной подготовки Ольга Шатунова, с помощью чего и измеряют время. С помощью часов. Было время, когда человек не знал, сколько времени. Это были спокойные дни, когда человеку не надо было ходить в школу или на работу, поэтому и не было необходимости знать, сколько времени. В Египте часы представляли из себя огромный вертикальный обелиск, имеющий гномон и наземную шкалу. Это были солнечные часы. И с помощью них люди не могли определять время ночью, поэтому они придумали водяные часы. Также были изобретены и огненные часы, которые представляли собой свечу, размеренную на равные доли. Песочные же часы появились в Западной Европе примерно в конце XVII века. Первое упоминание о механических часах содержится в византийских книгах конца VI века н.э. Наручные часы появились в 1504 году. Кроме того, ребята узнали о часах-кукушках и радиоактивных часах. Сегодня мы провели занятие в детском университете очередное. И тема лекции моей была «История изобретения часов». Оказалось, что дети очень много знают про часы. Они сегодня столько всего интересного рассказали. И были очень заинтересованы, отвечали на все поставленные вопросы, поднимали рук. Я даже не знала, кому из них подойти, потому что было очень много желающих. Мне показалось, что тема их очень заинтересовала. И я думаю, что они, выполняя домашние задания по сегодняшней лекции, что-то еще новое узнают. Считаю, что это было очень полезное занятие. После лекции сейчас проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Мы их разделили на две возрастные группы. Первый и второй класс, третий и четвертый класс. Первый и второй класс делают новогодние игрушки, интересные очень. А третий и четвертый класс делают новогодние елочки. Они их принесут домой, и эти елочки создают им хорошее настроение. Тем более, они их сделали сами, своими руками. После лекции дети разделились на подгруппу и отправились на дополнительные занятия, где младшие школьники украсили в новогоднем стиле CD-диски, а старшие своими руками сделали елку. Сделать все это помогли студенты и преподаватели инженерно-технологического факультета. Для родителей в этот день также проводились лекции. Например, о проектной деятельности как способе развития креативных качеств личности ребенка рассказал ассистент кафедры педагогики Наиля Асходулина. А доцент кафедры психологии Гузелья Шагивалеева познакомила родителей с организацией общения родителей с детьми младшего школьного возраста. Меня зовут Екатерина. Я мама девочки Ярославы, которая уже второй год ходит в детский университет, посещает все лекции, которые нам, безусловно, очень нравятся. А я, в свою очередь, также регулярно, с той же самой периодичностью, посещаю лекции для родителей по психологии и педагогике. Лекции всегда бывают очень интересными. За это большое спасибо хочется сказать преподавателям университета. На них действительно узнаешь очень многие подробности о воспитании, о психологии ребенка. Айселух Лявкаева, Айдар Салихов. Служба новостей Елабужского института КФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова